Оранчимек родилась в Уламбатаре, где закончила школу и университет. В 1997 году по совету своей мамы юная Оранчимек записалась в модельное агентство. Тогда она еще не подозревала, что будет одной из самых известных топ-моделей Монголии. В детстве я была очень скромной, всегда ходила на уроки и увлекалась спортом. По совету своей мамы я пошла учиться в летнюю школу моделей. Там моим преподавателем была Аюнтуя, сейчас она в Германии. По ее рекомендации в 2000 году и я поехала работать в немецкое модельное агентство. Там я проработала 4 года и вернулась обратно в Монголию. За это время Оранчимек успела покорить подиум во многих странах мира и со многими известными дизайнерами и моделями, например, с Вевен Вествуд Нади Аурман. Она доказала, что монгольские модели ничуть не уступают по своим показателям всем остальным. После работы в Германии я работала на показах во Франции и Австрии. После возвращения в Монголию в 2006 году я участвовала в конкурсе азиатских моделей, который проходил в Корее. Также совместно с телекомпанией Аист и агентством Торго я участвовала в фестивале Фэш Ай, который проходил в Японии. Но, как и в любой другой профессии, не все получается сразу. У каждого есть смешные истории, связанные с работой. Оранчимек поделилась с нами своей историей. Конечно, в нашей профессии не обходится и без смешных ситуаций. Сейчас я не могу вспомнить конкретные случаи, но часто получается так, что застревают в небольших щелках на подиуме каблук или неправильно ставишь ноги, и они подкашиваются. Из своего опыта я помню, когда первый раз шла по подиуму, сделанному из плитки и очень скользкому, я упала. Также Оранчимек советует всем девушкам всегда следить за своей внешностью, фигурой и здоровьем. Она называет свою профессию одной из самых интересных, так как мода – это общение, новые знакомства, эмоции и возможность посмотреть весь мир. Например, сейчас модель готовится к поездке в Иркутск на Торго-шоу, которое состоится 11 мая этого года. Алена Шадрина, Энгбелик Аист, Монголия.